Всем привет! Продолжаем курс по видеомонтажу в программе Adobe Premiere Pro. Сегодня второй урок. Кто не видел первый, пожалуйста, вот есть ссылка, можете перейти. Сегодня в конце занятия мы создадим вот такой эффектный кадр. А вообще сегодня мы продолжаем новичковые темы по монтажу, работа с параметрами клипа, поворот, масштаб перемещения, обзор видеоэффектов программы, чтобы вы имели общее представление, какие эффекты имеются и как ими пользоваться. Приятного просмотра! Вот у нас открыта программа Adobe Premiere Pro. Уже создан проект. Я создаю новую Sequence. Правой клик мыши New Item Sequence. Название. Ручные настройки. Разрешение 2560 на 1440. Это разрешение называется 2.5к. Я беру видеоклип и перетаскиваю на эту Sequence. Так как клип имеет разрешение 4к, а Sequence имеет разрешение 2.5к, Premiere у нас спрашивает, не хотим ли мы изменить разрешение Sequence, чтобы соответствовать клипу. Я говорю нет, оставить все как есть. Keep Settings. Так как клип 4к, а последовательность 2.5к, то клип у нас полностью не влезает на эту последовательность и глава у девушки обрезана. Но на самом деле на видео глава не обрезана. У меня выделен клип. Я перехожу в панель, которая называется Effect Controls. Здесь мы можем настраивать параметры клипа. И здесь же будут настраиваться параметры различных эффектов, которые мы можем добавить клипу. Первая группа называется Motion. И вот параметры, которые мы можем здесь изменять. Первый параметр Position. Я могу взять значение мышкой и потащить его влево. Клип перемещается влево. Или потащить вправо. Клип перемещается вправо. Параметр рядом – это положение по вертикали. Я могу переместить вниз или вверх. Также я могу кликнуть один раз мышкой и вбить значение вручную. Если я хочу вернуться к начальному значению, убрать те изменения, которые я сделал, я могу нажать вот на эту стрелочку. Следующий параметр Scale – масштаб. Сейчас Scale 100%. Я могу его увеличить, тащу вправо. Могу уменьшить масштаб. Для клипа 4К надо установить размер 67%, чтобы он в точности вписывался в размер последовательности 2.5К. Следующий параметр Rotation – поворот. Я могу изменять мышкой. Поворачиваю в одну сторону или в другую сторону. Для более точного введения значения я могу использовать клавиатуру. Введу, например, минус 3.3. С помощью клавиатуры мы можем вводить значение с точностью до десятых градусов. Когда мы повернули, то у нас по углам появились такие черные поля. Чтобы от них избавиться, можно увеличить масштаб. Попробуем 70%. Недостаточно. 73%. Чуть-чуть еще остались поля по уголкам. Для надежности в объем 75%. Теперь мы избавились от черных полей. Следующий параметр Anchor Point. Я кликаю на него мышкой и у меня появляется синяя рамочка. Это границы клипа и синяя метка посередине. Это Anchor Point. Я могу ее перетаскивать. Перетащим влево. Anchor Point это точка, вокруг которой происходит вращение и масштабирование клипа. Сейчас, если я буду поворачивать клип, то он у меня поворачивается вокруг этой точки. Ctrl-Z. Отменить последнее действие. Перетащим в угол и изменим масштаб. Масштаб также делается с привязкой к этой точке. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Вернем Anchor Point в начальное положение. Это мы изменяли положение Anchor Point с помощью перетаскивания вот этого значка. Если же мы попробуем изменять с помощью вот этого параметра, например перемещу его на 200 единиц влево. У нас Anchor Point изменил свое положение относительно изображения, но он остался в центре и поэтому изображение сместилось вправо. Если мы хотим, чтобы изображение не меняло свое положение, нам надо изменить и его положение тоже. Теперь изображение осталось на прежнем месте, а Anchor Point смещен влево. Чтобы отменить все изменения, сделанные с этими параметрами, я нажимаю вот эту стрелочку, которая находится напротив всей группы. Все значения сбросились к значениям по умолчанию. Чтобы клип 4k вписывался в последовательность 2.5k, вводим значение масштаба 67%. Изменения, которые мы сделали, касаются только вот этого клипа на последовательности. Если мы возьмем такой же клип и перетащим его снова на последовательность, откроем Effect Controls, его масштаб остался на 100%. То есть для каждого клона клипа мы можем настроить свои значения от этих параметров. Например, у нас здесь много клипов, предположим, что это разные клипы, они один и тот же. Я копирую его, Ctrl-C, вставляю Ctrl-V, 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 перехожу в начало, минус изменяю масштаб. То есть, предположим, мы наснимали кучу видео в разрешении 4k и мы все положили их на последовательность размером 2.5k. И теперь, если мы хотим просматривать эти клипы в обычном масштабе, нам надо у каждого установить параметр масштаба 67%. Вот эти параметры можно скопировать из одного клипа и передать другому. Нажимаю на группу Motion, нажимаю комбинацию Ctrl-C, выбираю другой клип и нажимаю Ctrl-V. Теперь мы в него скопировали эти же самые параметры. Точно так же я могу выбрать группу клипов и нажать Ctrl-V. Теперь все эти клипы получили те же самые параметры. Чем хорошо иметь клип в 4k, а последовательность в 2.5k? Тем, что реальное разрешение клипа больше, чем у последовательности. И если нас не устраивает, например, горизонт или мы хотим откадрировать это изображение каким-то образом, например, я хочу убрать вот это здание из кадра, то это можно сделать без потери качества. Я увеличиваю масштаб. Пока масштаб меньше 100%, мы ничего не теряем в качестве. И меняю положение таким образом, чтобы ненужная мне часть ушла за границы кадра. Сделаю отмену. Раз, два. Или, например, у меня в этом клипе возник какой-то момент, от которого я хочу избавиться. Вот тут девушка вздыхает, она осталась сниматься. Я разрезаю клип в этом месте, убираю этот момент. И теперь, если я запущу воспроизведение, у нас в этом месте есть скачок. Чтобы скачок был менее заметен, я могу сделать разный масштаб у этих двух клипов. Введу здесь 110%, изменю положение. И теперь при воспроизведении скачок между ними гораздо менее заметен, потому что мы перешли со среднего на крупный план. Сделаем отмену. Теперь я беру другой элемент. Это логотип премьера. Просто картинка в формате PNG. Я поместил эту картинку на дорожку, которая находится над нашим видео. Порядок расположения клипов на этих дорожках определяет порядок их воспроизведения. Это как слои. То есть сейчас на нижнем слое находится видео, а на верхнем слое находится логотип. Если я перемещу видео над логотипом, то оно перекроет собой логотип. Теперь настроим параметры этого логотипа. Я хочу, чтобы он был поменьше, например 50%, и чтобы он был в углу. Смещаю его в угол. Часто логотипы делают, чтобы они были немножко прозрачными, чтобы меньше привлекали к себе внимание и не мешали просмотру видео. Следующая группа, которая находится под группой Motion, называется Ipacity и она отвечает за прозрачность. Вот этим параметром мы можем регулировать прозрачность клипа. Если 100%, то он полностью непрозрачный. Если мы сделаем 50%, то он станет наполовину прозрачным. Если сделать 0%, то он станет полностью прозрачным и его становится не видно. Если эта стрелочка отменяет все изменения, сделанные в группе, то вот эта кнопочка FX временно скрывает все изменения, которые мы сделали, и потом их можем вернуть, снова нажав на нее. Это касается любой группы и любого эффекта. Чтобы применить какой-то эффект к клипу, мы переходим к окну эффекты. Здесь все эффекты, которые есть в премьере, сгруппированы по папочкам. Первые две папочки это пресеты. Это эффекты с преднастроенными параметрами. Лично я ими не пользуюсь. Папочка аудиоэффектов. Папочка аудиопереходов. Папочка видеопереходов. Обо всем этом поговорим позже. Сегодня мы рассматриваем папку видеоэффекты. И здесь есть куча подпапок, в каждой из которых есть группа эффектов. Развернем папку Blur and Sharpen. Я хочу применить к видео эффект Gauss and Blur. Размытие по Гауссу. Я беру этот эффект мышкой и перетаскиваю на нужный мне клип. Пока ничего не произошло. Перехожу к окошку Effect Controls. И здесь появилась группа с настройками для этого эффекта. Пока что значение Blur и нас размытие на нуле, поэтому ничего не изменилось. Если я увеличу это значение, то изображение становится размытым. Эффект действует только на видео. Поэтому логотип сейчас остался без размытия. К нему никакие эффекты размытия не применены. После применения эффектов у нас по краю появилась вот такая темная полосочка. Такое затемнение краем кадра. Это происходит потому что для размытия Premiere перемешивает соседние пиксели друг с другом. И крайние пиксели он перемешивает с темными пикселями, которые находятся за пределами кадра. У эффекта есть такая галочка Repeat Edge Pixels, которая устраняет этот эффект. Теперь у нас по краям нет затемнения. Такой параметр Repeat Edge Pixels есть не у всех эффектов размытия. У нас в списке есть много эффектов размытия. Может быть Gaussian Blur это единственный эффект размытия, у которого есть такой параметр. В выпадающем списке мы можем выбрать направление размытия. Сейчас выбрано и горизонтальное и вертикальное. Равномерное размытие. Если мы выберем только горизонтальное, то у нас размытие получается такое, как будто мы делали поворот камеры по горизонтали. Если мы выберем вертикальное, то как будто мы сделали движение камерой по вертикали. Чтобы деактивировать эффект временно, мы можем нажать на кнопочку FX и у нас пропадает размытие. Или удалить эффект совсем. Для этого мы выделяем эффект и нажимаем кнопку Delete. Сворачиваем группу эффектов размытия. Посмотрим, что есть дальше. Как работать с цветокоррекцией мы рассмотрим в следующих уроках. Но если требуется быстро поправить яркость и контраст, то есть такой эффект, который называется Brightness and Contrast. Я беру этот эффект и мышкой перетаскиваю на клип. У него два параметра яркость и контраст. Я увеличиваю контраст изображения. Дальше могу увеличить яркость, если мне надо, или уменьшить ее. С увеличенным контрастом мне изображение нравится больше. Оставим этот эффект в действии. Перетащим эффект Color Balance . Здесь мы можем скорректировать Hue, цвета, Lightness это яркость и Saturation это яркость цветов. Либо усиливаем цвета, либо убираем цвета. Минус 100 это полностью черно-белое изображение. Как правильно переводить изображение из цветного в черно-белое мы поговорим, когда будем говорить о цветокоррекции. Сейчас я убираю этот эффект. Delete. В этой группе все, сворачиваем. Следующая группа Distort. Эффект Corner Pin. Иногда бывает нужен, перетаскиваю его на клип. Выделяю. И у нас по углам появились такие синенькие метки, за которые я могу растягивать или сжимать изображение. Вот я беру левый нижний угол и прижимаю. Или например наоборот растягиваю. Удаляю этот эффект. Delete. Следующий эффект из этой группы Lens Distortion. Может помочь тем, у кого камера дает эффект рыбьего глаза. Искажение пропорций, сферические искажения пропорций. Какие бывают, например, у камеры GoPro. Здесь есть разные параметры и вы можете попробовать их настройку. Эти параметры вносят сферические искажения, которые могут скомпенсировать те искажения, которые дала камера. Делаю отмену. Эффект Mirror. Здесь есть два параметра. Центр отражения и угол отражения. Не будем сейчас подробно разбирать этот эффект. Просто покажу, на что он способен. А если вам понадобится, можете сами поиграться с его параметрами. Можно отразить по горизонтали. Можно отразить по вертикали. Делаю отмену. Возможно, кому-то понадобится эффект Turbulent Displace. Кидаю его на клип. Он вносит такие искажения, как будто изображение у нас это поверхность воды. И здесь в настройках можно менять эти параметры, менять характер искажений. Удаляем. Мы о стабилизации будем говорить еще подробнее, но быстренько расскажу, что такое Warp Stabilizer. Если ваше изображение снято с рук и имеет тряску, то вы можете кинуть на него эффект Stabilizer. Здесь на время просчета появляется такая синяя полоса. Потом, когда просчет заканчивается, изображение станет более стабильным. Но изображение может получить некоторые артефакты. Вы их сразу заметите, если они у вас будут. Чтобы уменьшить количество артефактов, но при этом снизить стабильность, мы можем уменьшить вот этот параметр. Сейчас не будем доводить этот процесс до конца. Удаляю этот эффект. Сворачиваем эту группу эффектов. В группе Generate есть разные эффекты, которые можно сгенерировать. Например, молния. Кидаю ее на клип. У нас здесь появилась посередине такая молния. Ее параметр можно менять и она меняет свой вид в видео. То есть она не статична. Если вам нужно нарисовать молнию, вы можете использовать этот эффект. Лучше такие эффекты рисовать в программе After Effects. Но здесь они тоже есть. Удаляю молнию. Вот еще один пример эффекта Lens Flare. Вот у нас появилась такая засветка. Мы можем менять ее положение. Удаляю этот эффект. С этой группой все. Посмотрим следующую группу. Перевод в черно-белое. Удаляем. King. Это для эффекта Chroma Key, когда мы хотим заменить фон. Самый популярный здесь эффект это Ultra Key. Кидаю его. Мы выбираем фон, который хотим заменить. Допустим, я хотел бы, чтобы это здание стало прозрачным. Я выбрал цвет его. Дальше с помощью параметров мы можем настроить более точно эту маску. Издание становится прозрачным и за ним сейчас показан черный фон, потому что под этим видео ничего нет. Но если бы, например, это был зеленый экран, который мы бы дома снимали героиню, то мы могли бы заменить этот зеленый экран на море, горы, любой другой пейзаж. Этот эффект не очень качественный. У меня не получаются хорошие результаты с помощью эффекта Ultra Key. Я рекомендую реализовывать этот эффект в программе After Effects. Сейчас удалим. Noise and Grain, если вам нужно добавить шум к вашему изображению, типа застарить его, сделать более некачественным. Эти эффекты относятся к цветокоррекции тоже. Сейчас не рассматриваем. Perspective. Есть вот такой удобный эффект, который называется Basic 3D. Кидаю его и мы можем поворачивать наше изображение. Как будто оно находится в 3D пространстве. Скоро я покажу пример применения этого эффекта. Удаляю. Эффект, который мне очень нравится, называется Drop Shadow. Сейчас я могу сделать, чтобы наш логотип отбрасывал тень. Кидаю эффект на логотип. Изменяю прозрачность тени, чтобы она была более заметная. Изменяю расстояние до объекта. И вот за логотипом у нас появляется тень. Сейчас делаю сам логотип немножко более видимым. А тень наоборот снижу. Так вы можете легко добавлять тень каким-то текстом, к логотипам, к любым графическим элементам, которые появляются у вас в видео. Эффекты Stylize это аналог фильтра в фотошопе. Например, использую эффект Emboss. Ctrl-Z. Или эффект Find Edges. Получается такой, как будто бы рисунок. Отменяю. В виде мозаики. Отменяем. Ну и разные разные еще способы текстурирования вашего видео. Transform. Очень полезный эффект Crop. С помощью него мы можем отрезать часть изображения. Например, слева, сверху, справа или снизу. Также полезный эффект Horizontal Flip. Переворот по горизонтали. И вертикальный флип. Поворот по вертикали. Но это нужно, если у вас видео снято как-то вверх ногами, например. Или часто я использую горизонтальный флип. Если у меня в одном кадре героиня идет слева направо, а в другом справа налево, и я хочу изменить, чтобы она в обоих кадрах шла одинаково, я переворачиваюсь в какой-то из клипов. И тогда она в обоих клипах идет в одну сторону. Вот эффект, который тоже может вам в какой-то момент пригодиться, который называется Time Code. Я кидаю его на видео, и у нас появляется Time Code, который отсчитывает время. Такой эффект удобен, когда вы, например, согласовываете свою работу с заказчиком. Вы кидаете на финальный клип Time Code, и потом вы можете заказчикам обращаться к конкретному моменту в видео. Например, на 13 секунде на втором кадре мне что-то не нравится. Пожалуйста, измени в этом месте видео. Ctrl-Z. То есть это для рабочей версии видео, не для финальной. Теперь посмотрим примеры использования некоторых эффектов, которые мы сейчас рассмотрели. Я удаляю ненужные нам клипы, выделяю Delete. Беру клип, в котором я просто подхожу и стою посередине. Изменю масштаб, потому что этот клип тоже 4К. Сейчас я хочу создать такой эффект, как будто у меня на стене здесь не значок, а телевизор. Во-первых, создам его корпус. Для этого я сделаю New Item. Black Video. Просто черное видео. Кидаю его поверх нашего видео. Сейчас черный экран полностью заслонил наше видео. Захожу в Effect Controls. Выбираю экран. Уменьшая его размеры. В списке эффектов я нахожу эффект Basic 3D. Для этого я в строке поиска набираю первые буквы этого эффекта. И Premiere нам выводит все эффекты, которые содержат эту комбинацию букв. В данном случае только один эффект Basic 3D. Я кидаю его на наше черное видео. И меняю поворот так. Масштаб и положение. Чтобы казалось, как будто это корпус телевизора, который висит на стене. Потом я беру видео, которое содержит просто выпуск новостей. Снова кидаю его сверху. Изменяю теперь его параметры, чтобы оно казалось, как будто это экран телевизора. Масштаб. Использую также Basic 3D. Положение. Сейчас посмотрим, какой у нас Basic 3D здесь использован. На 8 градусов я его повернул. Поверну также на 8 градусов экран. Уменьшаю масштаб. Теперь я использую эффект Crop. Кидаю и его тоже. И убираю немножко слева. 5 процентов. 10 процентов справа. Все еще не идеально. Применим эффект Corner Pin. Увеличу масштаб, чтобы посмотреть поближе. И потяну за углы. Возвращаем масштаб. И теперь у нас на стене типа появился телевизор, который что-то показывает. Конечно, здесь еще недостаток, что нижнее изображение у меня слишком не контрастное, а телевизор контрастный. Следует увеличить контраст нижнего изображения, чтобы они больше сочетались друг с другом. Но с помощью такого эффекта вот мы повесили телевизор к нам на стену домой. Я богач, у меня есть LCD телевизор дома. И теперь создадим другой спецэффект. Я удаляю телевизор и новости. Delete. И у меня есть картинка окна. Это статичная картинка. Особенность картинки в том, что стекла здесь прозрачные. Это PNG картинка, я ее сделал в фотошопе. Применяю к ней эффект horizontal flip. Теперь окно повернуто в правильную сторону. Теперь изменим параметры масштаба и положения обоих этих клипов так, чтобы казалось, что как будто я смотрю в окно. Увеличиваем масштаб окна. И вот сейчас как будто я смотрю в окно. Но на этом мы не закончим. У меня есть видео такого взрыва. Кнопкой W отрезаю ненужную концовку. Видео окна помещаю на самую верхнюю дорожку. И под него кладу видео взрыва. И сейчас мы сделаем такой эффект, как будто взрыв происходит на улице и он отражается в окне. Увеличим его масштаб. Также используем поворот. Еще увеличим масштаб. И изменим прозрачность видео взрыва. Сделаем 50%. И сейчас уже становится похоже на то, что в окне отражается взрыв. Мы сделаем его размытым. Как будто фокус настроен на меня, а то, что происходит вдалеке мы видим с размытием. Я набираю Blur. И ищу Gaussian Blur. Увеличиваю параметр Bluriness. Отрежу ненужное начало. И вот как будто я смотрю на отрыв, который происходит за окном. Так с помощью несложных эффектов мы создали такой классный спецэффект, как будто снимаем кино про ядерную войну. На этом урок закончен. Спасибо, что досмотрели до конца. Напоминаю, что это я выкладываю свой авторский курс по монтажу в программе Premiere Pro. Если вам нравится, то пожалуйста поставьте лайк, оставьте комментарий. И увидимся на следующем занятии. С вами был Илья Синема. Пока.